Верующий московский патриархат Он был профессор, известный, один из самых известных историков. Он сказал как-то, что в России есть Бог, но нет Божьей Церкви. И никогда не было, я добавлю. И это не потому, что вот мое мнение или мнение историка Василия Осиповича Ключевского. В России ведь это факт. Ну буквально со времен Ивана Грозного, а уж формально со времен Петра Первого, во главе Церкви стоял монарх. И Церковью управлял Светский Сенот. Так что Церковь в России всегда служила Кесарю, а не Богу. Давайте с этого начнем. Поэтому меня ничуть не удивляет позиция Кирилла, вот, предстоятеля вот этой Церкви Московского Патриархата, который благословил и благословляет свою паству, окормляемую этой Церковью, благословляет на убийство украинцев и своих собратьев по вере, по той же православной вере. Этим Российская Церковь Московского Патриархата занималась всегда, во все годы своего существования. Потому что Россия, ее синоним война. Мы просто забываем о том, что знаем там несколько воин там, наиболее известных, Но Россия, Московия, чтобы дойти до Тихого океана и перешагнуть его, постоянно вела войны, десятки войн. Просто они никогда не афишировались. Это во-первых. Итак, в Москве, в Москве, в России, в Российской империи никогда не было Божьей Церкви. Второе. Тут, кажется, критика в адрес украинской власти, любой, не только вот в каденции Зеленского, но и гораздо раньше. Попустили попам, попустили клирикам, я не знаю ни одной статьи Конституции, Не знаю ни одной статьи в Уголовном кодексе, которая бы заявляла, что служители культа, То есть религиозные деятели, клирики, что они непосудны, что у них есть какая-то неприкосновенность от законов. Поэтому киевские власти, центральные власти, я имею в виду не власть города Киева, Потворствовали, я уже не говорю во времена Кравчука, Кучмы, Януковича, Они потворствовали этой чужеродной для Украины, враждебной для Украины конфессии. Ведь и по украинским законам, и по российским законам, одно из самых строго наказуемых преступлений является сепаратическая деятельность. Вся деятельность, с тех пор, как Украина обрела самостоятельность, Значительная часть деятельности, если не сказать основная деятельность, Вот Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, Это была коллаборационистская, сепаратистская деятельность. И вот, но никто их не преследовал, не было ни одного случая, А я сам могу свидетельствовать, я очень часто и подолгу бывал в Святогорске, Где существует Святогорская лавра, это известно. И мне было, как человеку, который все любит проверять, по принципу, Семь раз отмерю, я, может, сто раз отмеряю, Прежде чем написать и это использовать для книги, и для статьи, для поста своего, допустим, в Фейсбуке. И я своими ушами слышал эту пропаганду. Хоть я, по сути дела, агностик, но специально ходил, заставил себя, не любитель этих вещей, Заставил себя пару раз сходить на заутреннюю, и это слышал в Святогорске собственными ушами. Никто никогда, ни то что не был наказан, ни против одного клирика не завели уголовного дела. Вот если бы они были такие же, как и окормляемые ими миряне, Чтобы они были подвержены тем же законам, То вот такого, что творится сейчас, не было. Очень неудобно, и учитывая военные действия, Очень не вовремя вся эта вещь, Но которую надо было заранее. Но у нас ничего заранее не делается в этом плане, по уму. Почему? Ведь эта часть, деятельность конфессии, Это часть той массовой, систематической, масштабной пропаганды, Которая вела бывшая империя, или, как сейчас говорят, недоимперия, в Украине. И эта деятельность не пресекалась. Целые телевизионные, популярные телеканалы, Уже даже после 14-го года, После аннексии Крыма, После оккупации значительной части Донбасса, Спокойненько вели имперскую, пророссийскую пропаганду. Мы пожинаем плоды, ну скажем так, мягко, недальновидной политики Центральной кирибской власти в этом вопросе. Павел Михайлович, а что именно вы слышали? Уточните все-таки оправдание агрессии, восхваление Кирилла. Нет, я даже до агрессии. Основной тезис такой был. Даже после, что единая вот поместная церковь, Это московский патриархат, И только там все легитимно. Все, что попытки получить Томас, Попытки добиться автокефалии, Это все от лукавого. И только Москва, единый светоч, православие. И Москва сильнее, даже Константинополь не очень праздновали и Вселенского патриарха православного. Но я специально, вы мне напомнили, специально как-то пошел уже после. Это было в четырнадцатом году. Нет, это, наверное, в пятнадцатом году уже было. В пятнадцатом я как-то пошел на заутреннюю, но не все. И стал звучать новый тезис. Мы находимся на украинской земле, Но не забывайте, что мы русская церковь. Я уж не скажу, что меня, вот лично меня, Один из клириков, Имевший сан, то есть батюшка, священник, Из Донецкой области, это как раз было не... И он не Святогорский был. Он агитировал меня. За победу и преодоление русской армии над украинской. И даже раздавал мне Такие маленькие картиночки с Георгием Победоносцем. И чтоб все, я тоже, если я православный, Чтоб я молился за славу и за победу русского оружия. Отлично. Прям за победу русского оружия. А я-то помню, что в Святогорской лавре есть тоже настоятель, Который давал интервью еще иностранным журналистам, Где прямо оправдывал. Он говорил, что это было уже в шестнадцатом, семнадцатом году. Он говорил, что никакая Россия на нас не нападала. Что народ Донбасса восстал против несправедливости, против переворота. Ну, то есть, вся абсолютно московская, кремлевская, ФСБшная методичка. Что это заканчивает гражданскую войну, что Киев напал на Донбасс, И Россия молодец, Россия святая, Россия никогда ни на кого не нападала. Что вы, что вы. То есть, это продолжалось открытым текстом, то, что про лебедя говорят. Я удивляюсь просто, что не вспоминают настоятеля Святогорской лавры. И вообще, мы все помним прекрасно, что в четырнадцатом году в Святогорье монахи, Об этом же Гиркин заявлял, помогали ему создавать так называемую русскую православную армию, С помощью которой финансируемый кем? Православным олигархом Малафеевым, Который там на всю голову православный, несмотря на то, что сделал себе деньги в Даркнете, Торгуя наркотиками, тем не менее, этот Малафеев, он же самодержавец, Он за самодержавие, за то, что Путин правил вечно. И вот он, этот православный олигарх, спонсор был Гиркина, Которого опекали в Святогорске и вместе создавали русскую православную армию, Так называемую армию, которая убивала наших с вами товарищей, Держала в застенках в Светогорске, в Славянске, Не в Светогорске, в Славянске, там, где базировался Гиркин. Так что, да, вы абсолютно правы, там был такой исчадие, Исчадие этого русского мира в Светогорске. Я хочу сказать, что и даже после вот этих событий, Даже после освобождения от Славянска, 5 июля 14-го года, Никто же не был привлечен к ответственности, Даже никто не был наказан. Вот единственное, что они признали, подчеркиваю, Мы на украинской земле, но мы русская церковь. Вот, совершенно верно, вот я ж ничего не выдумываю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!